Уважаемые жители Краснокутского района, благодаря действительно слаженной работе нашей областной администрации, совместно с международными фондами, совместно с волонтерами Харьковской области, совместно с донорскими организациями международными, нам удается привлекать различного рода помощь. В данном случае, сегодня, мы привезли с собой медицинскую помощь, которая будет передана на амбулатории сельские, а также часть ее останется в районной центральной больнице. За то, что мы смогли организовать эту помощь, насколько я знаю, такой помощи медицинской в вашем районе не было никогда. Эту помощь мы смогли организовать, и, надеюсь, по заверениям руководителя немецкого благотворительного фонда, которого я представлю дальше, которого мы сегодня пригласили. У нас будет дальнейшее взаимодействие, и мы не ограничимся одной этой поставкой. Так вот, что нам удалось сегодня привезти в ваш район? Это ходунки на колесах, инвалидные коляски, костыли, просто ходунки. Более ста упаковок масок медицинских, медицинский инструмент, более 50 упаковок средств личной гигиены, назовем это так, это памперсных пеленок для тех людей, которые не могут передвигаться. Это препараты для лечения кашля, всевозможные дородовые бандажи, а также материал для перевязки. Все это, повторюсь, стало возможным при содействии маленьких, но очень важных людей, которые организовывают и помогают жизнеобеспечению не только города Харькова, но и, как сказал Игорь Львович, дальних районов. Это те районы, на которые мы сегодня обращаем внимание. Один из этих районов – это ваш район. Так вот, я бы хотела поблагодарить за эту помощь моего советника по волонтерским вопросам. Это кривицкая надежда, которая сегодня присутствует здесь. Также я бы хотела поблагодарить руководителя, вернее сказать, главу фонда «Марбург-Абос-Плюс» Светлана Диченко, которая сегодня с нами, который человек, находящийся в Германии, сегодня приехал для того, чтобы оставить медицинское оборудование и медицинские препараты у вас здесь, в Красном Куте. Также еще раз вам хотела бы сказать, ну и выразить благодарность, естественно, благодарительному фонду «Новой Краине» и харьковским волонтерам – это Юлия Клеменюк и Кельметьев Константин. Мы сегодня передадим это позже районной центральной больнице, и каждый из вас будет иметь доступ до этих медицинских товаров. Спасибо. Спасибо. Фонд из Немеччины «Марбург-Абос-Плюс» и також фонд «Нова Краина Львовский», богатый фонд, который руководит Ростислав Макух, передает медицинскую и гуманитарную помощь для Краснокутского района. И мы надеемся, что мы будем работать дальше и помогать нашему родному краю. И так же в всей Украине, потому что наша Украина – это гидная Украина, и каждая людина в Украине потребует квалификованную медицинскую помощь и на должном уровне. Спасибо всем за участие. Сегодня мы совместно с Немецким благотворительным фондом, совместно с Львовским благотворительным фондом, областная администрация организовала вам, вашу больницу, медицинскую помощь. Могу уверить вас по заявлениям представителей благотворительного фонда, что это будет не единоразовая помощь. И мы теперь будем приезжать к вам по потребностям, которые вы будете нам выражать, и по тем возможностям, которые у нас будут, и передавать вам еще те материалы и те инструменты, которые так нужны жителям Краснокутского района. Сегодня у нас сертификат, который мы вам с удовольствием передаем. Сейчас оценим состояние этой гуманитарной помощи, и в дальнейшем будем всячески вам содействовать и помогать. И могу дать на сегодня предварительное обещание, что в следующий раз уже есть договоренность с международными организациями. Я привезу в вашу больницу рентгенаппарат. Это вам, главврачу, главврачу. Пожалуйста, мы будем с вами плотно сотрудничать и в дальнейшем. Большое спасибо фонду «Марбург Абос Плюс». Большое спасибо Кливленд, ассоциацию Кливленда. Большое спасибо диаспоре венгерской, в частности, памперсы, которые здесь стоят. Это помощь венгерской диаспоре. Огромное спасибо харьковским волонтерам. Это десятки людей, которые тихо делают свою работу, помогают и в АТО, и Харьковской области. И отдельная большая-большая благодарность Харьковской обл. администрации, Южной железной дороге за всестороннее содействие в реализации этих проектов, за то, что у нас была возможность, наверное, одну из самых тяжелых частей проекта реализовать практически беспроблемно и безболезненно. Это логистика. Большое спасибо за вагоны, большое спасибо за фуры. Игорь Львович, Юлия Александровна, большое спасибо. Мы получили помощь. В эту помощь входят средства механизации. Это ходунки, мыло, инвалидные коляски, а также идут памперсы, идут пеленки, идут маски, медицинское оборудование идет, инструментарий больше медицинский. Мы гарантируем с администрацией центра, что это оборудование в первую очередь и в быстрейшее время оно появится у пациентов района. Нужны, прежде всего, пациенты, у которых есть пациенты-инвалиды, которые имеют ограниченные физические возможности. И они сыграют большое подспорье им. Краснокурская больница обслуживает население. У нас 28 500 человек. Обслуживаем мы население в основном сельских районов. Рассчитана больница на 120 коек. В состав больницы входят терапевтическое, загальнохирургическое отделение, полуголо и детское, инфекционное отделение и поликлиническое.